Еще раз утро доброе, дорогие друзья, мы возвращаемся вместе с вами на последнюю карту противостояния между командами Chiefs и Vichy Gaming, это карта The Nuke, ну и здесь мы с нашими аналитиками вновь обсудим решающую карту этого Best of 3, и как по мне здесь все не так однозначно, как могло бы быть, сейчас Vichy действительно очень уверенно обыграли своего оппонента на карте The Inferno, в свою очередь Chiefs выиграли очень неуверенно первую карту The Dust 2, И вот здесь, как мне кажется, на дистанции, кто больше сыгран именно, и кто больше терпелив, тот как раз-таки окажется наверху, потому что, опять же, карта The Nuke очень тяжела в плане исполнения командным, то есть здесь не столько часто приходится сетовать на свой личный скилл, нежели на взаимопонимание внутри команды, и вот, опять же, мне интересно ваше мнение, уважаемые аналитики, кто, на ваш взгляд, более подготовлен к этой карте? Да часы выигрывают. То есть ты прямо уверен, вот на все 100%? Нет, ну, в смысле, нельзя быть уверенным на 100%, это было бы неразумно, дескать, а надо быть разумным, вот, поэтому не на 100%, но где-то в районе 75% уверенности есть, да. Единственная проблема для них, это они очень сильно подвержены отпусканию серии, как и все подобные коллективы, то есть могут отпустить 7-8 раундов подряд, не собраться, то есть там полный, полный типа сельтасион, но как бы не глобальный, а вот локальный, и прямо нету идей, нету идей, как решать, как решать, О, нормально, ладно, окей, и половина уже кончается, то есть не совсем успевают на первой половине, и придется как бы бороться на второй. Но, если такой ситуации не будет против Вича, то забирают, потому что Данюк от Чевцов мне в свое время нравился, и я думаю, что нравится, собственно, до сих пор. Никогда не думал, что ты это скажешь, что тебе нравится Данюк от Чевцов. Ты большой фанат, или у тебя была серия каких-то турниров, где ты за ними прям супер пристроен? Да, ну да, ну в смысле, если бы не было, я бы тут не вот это вот не куролесил и словоблудил, потому что так вот типа световым методом от фонаря лишь бы что сказать. Не, нормальный Данюк, но если вот всегда есть какое-то но, потому что вот коллективы такого уровня, всегда могут отдавать серию, что-нибудь там не получится, испугаются, не выйдут, ну вот свои же идеи, да, не станут реализовать, потому что страшненько там и так далее, такое было уже кучу раз. На кучу разных ланов. Так что, как говорится, Чевцам удачи и просто, дай бог, реализуют. Да, кстати, от половины, правда, действительно зависит, потому что надо выбирать КТ, совершенно спокойненько отыгрывать свою защиту, и Чевцам надо выбирать КТ, то есть Чевцам надо побеждать в ножевом, а видим, что уже Адвент режет людей. Ну, кстати, вроде отвечают Чевцы. Ой, люди умирают там. Один в один, и кто кого в итоге? А, ну и Адвент. ВИЧ выиграли, берут себе диффенсы, если Чевцы возьмут шесть, я тогда думаю, что Чевцы заберут и Данюк. То есть шесть раундов в атаке, если берут Чевцы, тогда они уже дальше доработают. Не меньше. Ну а как вам, опять же, последняя тенденция того, что на Нюке очень частый атак бывает? Прям выигрывать девять раундов? В таких, кстати говоря, матчах... В таких матчах конкретно, вот с Олегом согласен. Да, 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 об этом и речь. Такое тоже может быть, почему нет? Мы даже некоторые матчи видели, где и 14 раундов брал за атаку, потом камбэк в 14 раундов за атаку на другой стороне. Мы с Олегом, по-моему, комментили вообще-то эту историю. Что-то на атаке было три раунда на защите, и прямо все на атаке, и при этом чат такой, а что на Нюке уже карта? Это поменялось, что ли? Половина сильная, это уже террористы, что ли? То есть люди такие вообще тоже не в курсе были. Тут, кстати, ТБ, скорее всего, залетает, к слову. Да, то есть ты веришь в историю по раундам, да, что все-таки будет больше, чем... Ну, это потому, что сейчас ВИЧи возьмут защиту, вероятно, наверное, Е, АЧФСы будут страдать на атаке, а потом на защите будут камбэкать. То есть такая тема будет. То есть мы сейчас 5-6 раундов на верные АЧФСов увидим. Ну, то есть обстрадаются там, потом будут возвращаться, и поэтому ТБ. Ну, вообще, тут мы видели от ВИЧ хорошую атаку на Дейнферно, но карты совершенно разные. Тут и многоуровневая карта сама по себе, и ВИЧи так легко в атаке на второй половине не будет 100%. Поэтому, как в случае для ЧИФС нужно брать 6 раундов, так и для команды ВИЧи нужно набирать максимум, чтобы потом не допустить какого-то провала, чтобы был какой-то запас по раундам. Хотя бы более-менее. Так что здесь 50 на 50. Тут, кстати, стоит сказать конкретно по поводу Данюка, в смысле углубиться именно в аналитическую тему. В атаке у ребят из ВИЧи B будет лучше получаться, у ЧИФСов A будет лучше получаться. Это по твоему личному эксперименту, что ты видел до этого. Если, да, ничего не поменялось, то вот такая тема. То есть, наверное, команды будут очень обузить один из пунктов. Не забывай, что этот матч на вылет, поэтому я имею смелость предположить, что они готовились друг к другу. По-хорошему стоило бы, конечно. Потому что никто не хочет покидать Сиднее уже на такой вот стадии. Вопрос в другом. Знали ли они, что до Данюка допикаются? Это отдельный вопрос. Когда ты едешь на Сиднее, думаю, у тебя имеется вероятность того, что ты будешь играть любую, ну, кроме своего первого бана. Нет, Нюк там можно играть, но вот вряд ли они успели подготовить конкретно вот Данюк против команды ВИЧа и наоборот же против ЧИФСов. Просто знаешь, как вот многие, да, вот и футбольные клубы, там, баскетбольные, то есть они больше оттачивают свою стратегию, но она зачастую бывает основана на реализации ошибок оппонента. То есть, как играет их оппонент, ты не должен играть под их дудку, ты должен играть в свою игру. Вот, ну, так, говорит, подстраивать, ну, то есть соперника под себя. То есть, поэтому, как мне кажется, за ночь можно было вполне пару аспектов выделить для себя и, собственно говоря, я думаю, ЧИФС и Камадвич этим занимались. Дорогие друзья, мне нужно буквально пару слов от вас, что вы думаете по этому матчу, буквально вот в десяти предложениях, словах точнее. Предложения много. Да, кто победит, это давайте предикшены в пару словах. ЧИФСы 2-1, тотал больше на карте Данюк. ЧИФСы, наверное, на атаке начнут, камбэкать будут после, будут обузить Аплэнт, в атаке, соответственно, ВИЧи будут обузить Бэплэнт. Отлетать на втором будет та и другая команда. Абиди? ЧИФС. Тут я соглашусь с тоталом, больше 26,5, но я думаю, что ВИЧи все же. Почему-то мне кажется, что азиатская команда здесь зажжет. Попробуешь дважды стрекануть? По счету угадать? Ну, пусть будет 16-12 ВИЧи. Ну что же, интересное заявление, дорогие друзья. Но я напоминаю, что официальные партнеры нашей трансляции Париматч играют они, а выигрываете вы. Ну, а мы, мы сделали уже предикты и готовы озвучить вам коэффициент на этот матч. 2,75 на команду ЧИФСы и 1,42 на ВИЧи. Ну, на самом деле, я считаю, что более чем правдиво. Вот и на этой мажорной ноте, я думаю, мы можем передавать слово нашим замечательным комментаторам, Пчелкину и Анишарату. Не знаю, как можно передать нам слово, все-таки игра все еще не началась. Но, друзья, спасибо за разобранную карту Денюк. Опять же таки, наши аналитики говорят о том, что вроде как и ЧИПСы имеют шансы, и ВИЧи Гейминг, и даже ТБ. То есть, как бы, но-но-но, на минуточку. Я могу сказать, что ВИЧи должны забирать Нюка с более разгромным счетом. И это, скорее всего, так и случится, если ребята начнут подстать Д, Инферно. Но, опять же таки, карта Нюк. Атака будет от ЧИПСов. ВИЧи будут обороняться. И там уже дуалберет от Эдвента. Мне кажется, это что-то интересное. Дуалбереты. Адвент. Сможет ли или нет? Тут выход под рампы у нас вроде как на радио. Стоят ЧИПСы и должны выходить именно под Б-базу. По крайней мере, в направлении Блиц. Все еще на верхах. Фриман дает информацию, что под Б-базой у меня здесь на рампах очень много людей. Поэтому срочно мне нужна помощь. И вроде как... Нет, пока никто не бежит. А там уже есть один из... Ой-ой-ой, Фриман, что ты даешь-то? Фриман, минус три от него. О, браво! Отличная пистолетка в исполнении Фримана. Просто замечательные. Там флики залетели какие-то невероятные. Такое, конечно же, Вичи отдавать не будут. Поскольку такое отдавать нельзя, когда твой тиммейт тащит такие три головы. Влетали на него сверху. Просто спрыгивали. Блиц тут делает на самом деле два фрага. Пытается цепануться. Но 1х2 бомба лежит на Б-бом сайде. И за ней нужно будет возвращаться. И он смещается в улицу. А на улице никого. Понятным причинам. Но опять же, от того, как встанут Вичи Гейминг, будет зависеть, могут ли они закрыть эту пистолетку. 40 хп у Блица. Это хорошо. В самом худшем случае три попадания с Юспа. Либо один в голову. Ну, один в голову и с армором был бы. Так то. Позиция известна. Блиц открывает дверь. Здесь Оман, который перестреливает Блица. И, соответственно, счет 1-0. Да, Вичи. Все-таки додавили, дожали. Коэффициент от нашего партнера париматч. На матчвинер, ну и на третью карту. Ну, соответственно, 2-8 на Чивс и на Вичи 1-4. Работаем. Да, Вичи за защитой. Первый раунд пистолеты забирают. Сейчас посмотрим, что будут делать. У нас Чивс будут делать форс. Все-таки это деглы и ЦЗ вместе с арморами и с небольшой раскидкой. Может быть, сейчас нас ждет Стена Смаков на улицу. И какой-нибудь проход именно в секрет. Хотя еще не ясно. Так, ну, Молик есть под дверью. Жолкинг спрыгивает вниз. Откидывает смок на секрете. А там на него врывается Олф. Ну, просто на ЕК сделает 4 минуса вместе с Эдвантом. И атака с пистолетами и арморами оказываются снова неуделки. И с трипл килл в этом раунде. 2-0 Вичи Гейминг. Пока что удерживают оборонные редуты. Проблем особых против пистолетов не было. Да, понятное дело, это был форс, это были ЦЗ. И Диглы можно было попытаться затащить Чивз этот раунд. Но Вичи этого сделать не позволили. Вот теперь так точно. Эко по 250-й Оф, но только закупает. И есть Дигл от Блица. Попробует его реализовать. Поскольку деньги на следующий раунд 2,5 имеются. Может быть, сейчас пару голов отвесит. Нет, получает уже сам от Кейза. Кейз оформляет еще один килл на приемке улицы. Получается, там со скалы, там у нас находится один из игроков. Это Офну. Зифси также отлетает. 5-2. Да, экономический раунд пока что без потерь. То есть Вичи Гейминг постарается закрепить себе экономику. Да и тут на самом деле гранат не так уж и много потратили. Ауман там вместе с Кейзом раскидали. Но остальных банки сохраняются. И вот контакт Кейза. Забирает он Такса. Это 3-0. Вичи Гейминг, опять же, сохраняет такую же тенденцию. Когда берут пистолетку, выигрывают у Форсбая. Выигрывают снова Эко. И выходит на счет 3-0. Мы ведь с тобой привыкли видеть счет 2-0 за кубку. Но тут немножко по-другому играют команды. Ну, сейчас мы с тобой как минимум увидим бай. Ну, вот коллектив Ачивс. И это интересно. Поскольку это 5 АК 47-х. Это полноценная раскидка. Под определенный плент, который выберут у нас ребята атаки. Вот она взрывает дверь. Прокидывает это дальше сразу же. Молик. А тут Джокинг находит Такса, который вроде как за огнем стоит. Но это не мешает абсолютно никак игроку защиты перестрелять сразу же на первых секундах своего оппонента. 5 в 4. По ситуации, конечно, защита снова доминирует. Ну, принимает внимание, что как бы есть энтриф, да. И продолжает играть под дверью. Тут замечает пятки Джокинг очень медленно. То есть под самоком даже без X-Ray было видно, по-моему, секунды 2 так точно. Но, да ладно, концентрация все-таки не только на экране, но еще и на миникарте иногда бывает у игроков. Тут минута пока. И заходит только лишь в лобби Чевсы. Понимает, что где-то, возможно, может быть запушен спот. Минус от Эдвента по Офну. И железобетонная оборона команды Вичи Гейминг снова заставляет Чевсов задуматься. И минус еще от Джокинга по Блицу. Остается лишь один Зевси. Ну, а что Зевси? Один в пять с бомбой на руках Калашом Армором далеко не уедет. Ну, его тут закрывать будут. Информация по нему имеется. Хотя Джокинг нет. Все-таки не дострелял немножко. 39% оставил у него. Оман рискует получить по голове. Все-таки будет открываться. Все забирают кейзы также на планте. Оман не открывается. Вот сейчас тайминг может пойти и вылезти. Но нет, просто дождался. И просто перестрелял того самого Зевси, который решил у нас уйти на нижний план от же Б-база. 4-0. Без особых проблем расправляется у нас Вичи с своим оппонентом в первых четырех раундах. Но, опять же, Зевси немножечко посопротивлялся в предыдущем раунде. Но не более того. Сделал минус два. Хотя и этого вроде как не должен был делать. В плане того, что должны были закрывать и вообще... Ты не теряйте экономику с собой. Да, пять в ноль должны были закрывать все это дело. Но Зевси попытался. Получилось минус два сделать. Но не более того. Ну что, потенциально на пятый. Да, выход-то на пятый. Но, опять же таки, вспоминая то, как сегодня ТАС-2 проходил, все еще не укладывается в голове. Почему мы с вами смотрим карту Дэнилк? Ну, а Оман заходит минус по блицу. Далее Фриман закрывает тукса. И проход есть вроде как под Б-рампу. Но при этом разменов все еще нет от атаки. А Фриман вообще не стесняется стреляться с оппонентами даже один на один. Минус от Аумана по офну. Текст и Зевси вдвоем остаются. Тут Ауман уже на аквариуме. Открывать должен на первый этап. Понятно. Ну, они его видели, скорее всего, когда тот выходил за угол. Еще и Джокинг ошибается. У этого же попадалось. Ну, ребята, на ровном месте. Видите, на часах Текста. Что, и Кейза может сейчас забрать? Это уже печаль. Адвент? Они решили играть два рампу. А бомба вообще может пода уйти. Да. Ну, Текста с бомбой, поэтому ему так просто здесь уйти не дадут. Он еще и Эдвента забирает. А это уже... Слушайте, ну это страшилка какая-то. Текста мне даже бомбу не пригодилось ставить. Что это было? Ну, это такие раунды. Ты вот смотришь, как тотал по раундам на третьей карте от нашего партнера паримать, что он будет меньше 25,5-1,7, что он будет больше 25,5-2,08, соответственно. И на такие раунды смотришь, Фриман, который там принимает на пистолет какие-то невероятные флики делает, не может в упор перестрелять с эмки. Потом моментально отваливается на аквариуме человек. И ситуация 2 в 4. Даже лучше. Даже 5 в 3, по-моему. На пистолетах просто переворачивает. Ну, хорошо. Хотите Вичи это отдавать? Пожалуйста, отдавайте. Сейчас я больше чем уверен, без проблем заберут очередной бай-раунд против Девайса. Но это будет смешно. Погоди, ну, погоди. Ну, они так же предыдущий раунд, на самом деле, начинали. Тут история о том, что Двайс и у команды Чиф смогут и взлететь. Закидывается смок и флэш. Отходит назад в лобби Такс. И вот снова небольшое затишье перед бурей, возможно. Кейс так вообще пошел в аркаду улицы через Сикрет. Может словить хороший тайминг, забрать на дистанции кого-то. Ауман в гараже. Может быть, не зачекан в том же числе. И попытка, опа, со скалы. Разбежавшись? Ну, надеюсь, не прыгнет со скалы, да. И так уж просто это делается. Флэшка с моликом. Тут размена. Кейс кое-как выживает. 4% здоровья оставляет ему игроки атаки. Прокидывает улицу. Подготавливает именно в этом направлении свой выход. Ну, и Ауман в ожидании чуда. Поможет ли? Это чудо, кейс. Информация есть, что идут на него. Там вообще мог шашлык залетать на самом деле. Застрял. Но все-таки, да, застрял немножечко. Немножечко застрял. И 4 в 3. Занимают нижнюю базу ребята из коллектива Chiefs. Фриман на приемке с рампов. Будет встречать скрип. Не перестреливает. Текстов вновь сильней. Да, Текстов, Сэмка. Тут что-то Ауги вообще нивелирует. И, по-моему, Аумана тоже проблема. Он кидает молик. Про него теперь знают. Очень опасно играет сейчас. Вичи Гейминг. Падание от снайперской винтовки есть в атаке. И двое короткие. Жолкинг открывает. Снотауна второго. Как же ему здесь везло. Дзевси под вентиляцию бежит на короткий. Это дело должны слышать ребята из команды Вичи Гейминг. И, в общем-то, прикрытие от тиммейта проваливается. Жолкингом. Я почему так говорю? Ну, то есть, ну... Я реально не удивляюсь, что Вичи Гейминг заливает такие раунды. Это уже не первый раз, когда Чипс выигрывает ситуацию, которую при хорошем раскладе брать даже никак не могли. Даже вот на бумаге потенциально. Нет. Но тайм-аут от террористов. Чипс поняли, что у Вичи Гейминга самих там что-то в голове происходит. Что-то происходит в голове. И у нас с тобой вот иногда объяснить невозможно, что происходит на карте. Блиц за последние три месяца статистика. 69,5. Эйдиар. Тальшоты 34,9. Эйдиар 69,5. Вот так не все гладко у игрока Блиц, того самого великана коллектива Чипс. Какой ужас. Я видел 70 с чем-то, но 69,5. Не могу поверить, что с таким КД может быть такой маленький Эйдиар. Это ж надо сколько фрагов застелить у своих тиммейтов. Тем более он снайпер. 69,5. Прием. По ногам стреляет. Что-то странно. Стреляй по ногам, не по ногам. Все равно урон-то наносится. Ну это да. И выход в итоге в секрет. Аумен. Фулл экономический для Вичи. Ну похоже на временную ничью на самом деле. Здесь все забирают Аумена. Минус атакс. Также по жокингу. 5 в 3. Фриман, Эдвант и Кейс. Минута 20. Заход через улицу. В Бэпленд. И Эдвант был не прочекан в вентиляциях. Но особо здесь он с морепогоды не делает. Все-таки зачекали. Плюс также Фриман падает. Под аквариумом. Стоится лишь один Кейс. Товарищ Кейс, конечно, горит. Пригорел проиграл. Но не умер. Но пока нет. Пока нет. И бомба установлена. Никого не потеряли. Кейс рампы. Юсп. 55 хп. Третий раунд для Чивз. Ну и на самом-то деле. Вичи отдали свои раунды. Мы должны были с тобой сейчас комментировать 6-0. Да да? Ну по большому счету. Ну хорошо. Не 6-0. Может быть 5-0. То есть тут что-то в таком раскладе. Но опять же. Очень странно. Вот максимально непонятно, что происходит с Вичи в такие моменты. Так точно. Ну и отправляемся уже на счет 4-3. Чивз реально чувствуют, что в обороне у Вичи есть трудности. Причем вот снова улица. Возможно сейчас будет использована для расклада. Быстрые раунды отменяются. То есть вспоминая то, как в Вичи брали раунды. И они играли против быстрых раундов австралийского коллектива. Как только австралийцы перестали аркадить, сломя голову, все, сразу встал на свои места. Проблема. Теперь вот проблема у Вичи на самом деле. И может быть прогноз нашего аналитика. Слипчика все-таки сбудется. И чем наши часы сейчас найдут там свои 6 победных. И потом уже смогут при смене сторон одолеть Вичи гейминг и выбить их в турнир. Между прочим, это будет сенсация, я тебе хочу сказать. Да ладно, там сенсация уже вчера произошла. Своеобразный юнайтед проиграли MVP-шкам и вылетели первыми. Зато сенсация, да. Ну посмотрим. В любом случае, тут только 7 раундов. Понятное дело, что Чивз забрали у нас уже 3 за атаку. Атаку. Ой-ой-ой, оффнул. Вот так вот. Оффнул. Забирает, оффнул, да. По-другому и не сказать. 5-4. Девайс на руках у Вичи есть. Вот только раскидки абсолютно никакой уже не имеется. И понятное дело, тут Чивз в большинстве сейчас будут главенствовать. По крайней мере, в этом раунде. Под номером 8. Оман. На нижней базе. Кейс. На КТ. За погрузчика должен. Если заметят. Кейс. Очень противная позиция, на самом деле. Неудобная. Для стрельбы. Да тут дело не в неудобстве. А в том, что террористы порой попадают под такой прицел. И ты знаешь, иногда не чекаешь. Хотя, конечно же, здесь будут смотреть. Но просто с своей стороны говорю, что я вот постоянно натыкаюсь. На нее так неудобно с ней стреляться. Но минус 2. Есть от оффнул. Вместе с таксом. В размене от Эдванта. И все это дело парируется. Ведь это лишь один Фриман. А Фриман отправляется на КТ. Фриман. Или не Фриман все-таки. Сейчас узнаем. Ну, в любом случае, тут выбить девайс, наверное, самое позитивное для него. Хотя тут такс, но должен перестреливать. Да, Фриман забирает такса. Один девайс есть. Но там с экономикой все хорошо. Это четвертый раунд к ряду забирает, Чивз. Четвертый к ряду. Действительно. И атака начинает набирать оборот. Для Вичи это очень неприятно должно быть за защиту. Но, с другой стороны, вот закрадываются сомнения, кстати, вообще того, как мы можем анализировать эту карту на данный момент. 4-4. Даже в случае, если Вичи гейминг за защиту возьмут те же самые 6 раундов, которые пророчили именно Чивзам для хороших условий, они в атаке могут выстрелить не хуже. А может быть даже и лучше. Ну, сложно сказать. В любом случае, пока 4-4. И пока все очень и очень неплохо складывается для Чивз, поскольку 4-0 проигрывали. И вот, как Феникс. Восстали из пепла. И начинают доминировать. Ну, пока еще временный паритет на карте Денюк. Но я думаю, что это совсем-совсем скоро закончится. Опять же, от Вичи пистолеты. Сегодня мы видели с тобой, как эти пистолеты могут зарешать. Вичи очень хорошо их реализуют. Например, Жокинг уже 5-7 реализовал. Минус оффну. Да, врубает одного. Учитывая, что это бай с четырьмя пистолетами и одним девайсом от Фримена, который он засуял с предыдущего раунда. Вроде как все должно быть под контролем. Тем более, что их 5-4. Но с разменами могут Чивз, конечно, выйти в преимущество за девайсы, как минимум. И вот выход под Сикретом на коннектор. И закидка моликов в сторону аквариума должна заставить нервничать игрока вентиляцию. Фримен тоже не на подъеме. Фримен умирает. Минус от Джокинга размен с Блица. И для атаки это плюс. Два опорника базы Б только что были выщелкнуты. Но и, кстати, ротацию Пуда Плэнсбомбы было бы очень кстати оформить. Фримен тут, если бы забирал, как в очередной раз, в принципе, сегодня с Аугом, забирал по минус 3, по минус 4, то все закончилось бы очень и очень позитивно для коллектива Вичи. Но этого не произошло, этого не случилось. И у нас... Молик не кинулся на девятку. К сожалению. Адвент выходит, забирает. Но еще времени очень много, поэтому могут отыграть... Да. Еще и ХАЕшечка такая. Почему нет по кейзу Оман? Последний. Может, на самом деле. Ситуация 1-2. Китов нет. Да. Опять же, нужно задумываться о количестве времени в запасе. И при этом не забывать, что у тебя тут вот такой вот модный человек сидит и... Сидит и убивает. 5-4, счет становится. Чифсы продолжают вести в счете после серии из пяти раундов к ряду. И вот как-то Вичи Гейминг пока не ощущает себя. Коэффициент нашего партнера париматч на матч-винеры на третью карту. 2-0 на Чифс. И 1-7-6 на Вичи. Кстати говоря, про париматч, если не в курсе, на всех мобильных устройствах есть. И для Андроида, и для Эппл. Все самые сочные события в киберспорте, даже не находясь дома за ПК, можете спокойненько с телефоном. Не призываем вас ставить. Просто если вы этим занимаетесь, занимайтесь этим с лучшим. А лучший париматч. 5-4, 9 раундов позади. Пауза. Десятый на ваших экранах. И пауза террористов. Чифсы вообще не прескуют брать паузу. Почему нельзя сказать про Вичи? По-моему, Вичи сегодня паузу так и не брали. Толком. Вот. А это наш человек. Текста. 1-17 КД. 38,8% хедшотов. Но 84,9 АДР. Вот. Вот какая цифра должна быть. Я не понимаю, как у мейн снайпера команды Чифс может быть 69 АДР. Это в голове не укладывается. Да, но вот что-то там пошло не так, наверное. Что-то там, наверное, пошло не так. И поэтому мы, соответственно, с тобой видим... Может быть, там не 69, а 96? Не-не-не. Это точно нет. Ну, видя сегодня, как отыгрывает Блиц, не думаю. Там 96. Но в любом случае, вот, 5 на 8 у него счет вроде бы пока неплохо. Но это, кстати говоря, 5 раундов для коллектива Чифс и 5 раундов к ряду. Вот что самое интересное. Джокинг. На пристройке ошибается. Тексты его с таксом разбирают. Заход под Аплэн. Тедвант на ящичках. Его не зачекали сразу, но удалось тексту перестреляться. Плюс так же Ауман вырывается с вентиляции, забирая Зевси на двери. Минусы от Офну по Ауману. И что? Кейс вместе с Фрименом – это сейф. Это сейф и 6 раунд для Чифс. А тут, знаешь, как бы, шестерка уже есть. Это уже проблема. Это уже серьезная проблема. И как бы Чифсы тут первую половину не выиграли за атаку. Но опять же, то есть, я бы не стал, прямо вот, говорить с уверенностью, что Нечи Гейминг, проиграв первую половину за защиту, не смогут ничего в атаке показать. Смогут. Смогут. И в этом я не сомневаюсь. Вот сомневаться в том, что Чифсы уже берут шестерку и могут взять больше. Вот тут я, да, действительно, очень сильно удивлен. Молодцы. После 4-0 начали забрать раунды. Опять же, обидные раунды, когда отдавали в большинстве ВИЧ. Ой, да вот эти вот первые раунды, пришли 4-0. Да, действительно, это просто осадок оставляет. И сразу видно, что после этого у ВИЧа Гейминг как будто бы игра не пошла. Коммуникация, видимо, просеяла из-за этого. Ну, горячие головы, безусловно, будут сейчас неуместны. Нельзя вот давать воле эмоциям, нужно собираться. А тут уже 10 раундов позади. И первая половина через несколько байраундов закончится. Все так. Все так. И пока для Чи все складывается более чем удачно. Замечательно и удачно, потому что ребята поймали свою игру. Находятся на волне сейчас, с которой их очень сложно сбить. Вот Фриман разве что. Минус первый. И все, на размене моментально. Слишком рано он наш берет в руки. Да, слишком рано он начинает, не знаю, свапать. И не уходил, что самое интересное. Просто свапнул и остался на позиции. Хотел побайтить. В итоге побайтил на целый минус. 4 в 4 минуса от Джокинга по Зевсию. Хорошо открыл дверку. На самом деле бомбу выбил. Блиц на рампе. Там бомбу контролит уже с двух направлений. С левой и с правой лестницы. В спину заходит Кейз, забирает Блица. Текст и Дауфна остаются вдвоем. 4 в 2 у них ситуация. Ну, мы видели такое и Текст там был, который раздавал просто невероятные тоже 4 в 2. И вот снова Текст, а и уже 2 в 3. Ну, Адвен. Они ждут. Он очень тайминг хороший словил. Заход в спину. Забрал Тексту. Заставляет Офну нервничать. И вот Офну хоть и забирает Ауму, но остается 50% здоровья. Тут уже кейс с ЛП. Он даже не с ЛП, а с Успом. Затыкает просто Офну. И пятый раунд для Витчи. Не познавато ли? Не познавато ли? Все-таки экономика у Чивсов присутствует. Плюс я тебе могу сказать, что надо 4 раунда к ряду забирать. То есть нужно выводить на 9-6. Да это все понятно. То есть тут непонятно, с другой стороны возьмут ли 8 Чивсы. Потенциал-то есть. Главное его реализовать. Посмотрим. Пока 6 раундов и это очень хороший результат. И деньги есть, и закуп сейчас есть. Авик в атаке. В общем все замечательно. И по раскиду все хорошо. У Витчи, понятное дело, сейчас с закупом все пока нормально. Но раунд отдавать нельзя. Нужно восстанавливать свою экономику. Нужно делать стрик из победных раундов. Но Чивс на данный момент это не та команда, которая позволяет это сделать. По крайней мере пытается забрать еще больше раундов за слабую сторону на карте Данюку. Само собой разумеется, что вот 12 раундов сейчас вроде как мы практически сами просмотрели. Но нет опять же уверенности и в той и другой команде, что вот заберут безоговорочно. Но там на самом деле какие-то качели могут быть до самого конца. Закидка моликов через улицу. И в общем-то проход в этом направлении от команды Чивс. На прицел идет прямо к Кейзу товарищ Офну. Жокинг-компания остается в большинстве самых первых разменов. Разменов Кейз еще тут рискует забрать второго и забирает Акса. Но долго шел к этому минусу Текста. А вот ко второму гораздо быстрее добирается. И Фриман падает. Теперь уже 3 в 3. Снова преимущество теряет на раундном месте Вич и Гейминг. Нужно немножечко охладить эту ситуацию. Текста очень хорош. На карте Данюк. На первой половине прям огромное количество импакта. Адвент должен также собирать здесь урожай. Но как-то, ну что это такое? Пытался прифайрить. Пытался. И это скорее всего седьмой. Хотя Оман может на самом-то деле. Блиц. Да, должен Блица забирать. Да, забрал. И да, да, может. Вот все-таки так прыгать не стоит. Понятное дело, что по ХП все было хорошо. Но все равно, знаешь так, сердечко-то ёхнуло. Все трюки выполнены профессионалами. Не повторяйте это дома. Именно так. Особенно мы знаем, как китайцы могут выполнять вот эти вот трюки. Я сейчас про Джеки Чана. Он же у нас самый такой. Вот даже не могу тебе сказать на 100% его национальность. Он точно китаец? Тут как бы это... То есть ты думаешь, что Джеки Чан не китай? Ну, простите, я не эксперт. Я как бы любитель таких, знаешь, старых фильмов с Джеки Чаном. Но не особо следил за его биографией. Пока что Джокинг на пристройке. Откидывает у нас смог на дверь. И занимает угол перед вентиляцией. Полторы минуты. Чевсы. Играет неторопливо. Что, в общем-то, и приносит им иногда победные моменты. Джокинг все еще на вентиляции. Под рампой играет. Примон забирает одного, забирает второго. Такс разменит Джокинг. Такс идет минус пауф. Ну, Джокинг забирает блица. Последний статс такс. Слоу Хитова спрыгивает под рампу. И вроде как умирает. Так что. Ну вот, два раунда к рядом. Уже неплохо. Ты же пошел искать его национальность, нет? Нет, нет. Ну, я могу тебе показать, да. Так, ты правильно сказал? Да, 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 конечно. Вот. Родился в китайской бедной семье. Хорошо. А коэффициенты от нашего партнера париматч на третью карту. Андер 27,5, 2,15. На овер это 27,5 и 1,65. Интересно, интересно. Меньше пока. Никто не верит, хотя и по счету так сказать сложно. Да, 7,6 все-таки. Третий уже пауз от команды Чивз. Они какие-то проворные, настолько голодные, что ли. Но три паузы. Прошло. Еще не закончилось первого половина. Прием. А как вы вторую-то будете играть? Потому что самое интересное, они взяли уже шесть за слабую и зачем-то берут такое количество пауз. Да. Может, они думают, что у них не четыре, а восемь. У них шесть. Пауз. А, да не, не, маловероятно. Что-то это... Не, не, не. Точно не. Так не думают? Нет. Ну ладно, раз так не думают, тогда давайте смотреть дальше, поскольку неплохая игра была от них, но в любом случае перехватили инициативу. В последних двух раундах Вичи. 7,6. Что-то я вам напомню, был совсем не в пользу коллектива Вичи Гейминг. Там они начали вырывать раунды. И вот уже снова в лидерах. Но много это или мало мы узнаем при смене сторон. Как себя будут показывать Вичи в атаке. Тут быстрый заход через мэн. Кейс. Хорошие выстрелы от него. Только одного. Также двоих забирает. Блиц на размене единственный из них. Все присоединяются. И ситуация уже 2 в 2. Омон отрывает Блица. Остается последний из 20% здоровья у него. Хриман закрывает. Буквально чуть-чуть. Забирал бы игрока в улице. Вдвоем бы вышли с мэйной. Закрыли бы человека на девятке. Но тут восьмой раунд для Вичи. Не сказать, что вот прям совсем жесткий результат. Но 8,6. И вот за счета 6,4. 4 к ряду уже. Вичи, конечно, решили взяться за все, что дают. Но не поздновато ли опять же. Я уже задавал этот вопрос. Напоследок у команды Чивса это 4 пистолета с арморами. 2 из них, даже 3 из них. ЦЗшка, 1 Дигл и Крилл и Ар для Зевси. Выход в улицу. А на улице Омон в смоку. Его могут не зачекать. Плюс гараж и все это дело. Заходом через Сикрет. Жокинг забирает офф. Но не смог. Затем Омон в спину забрал его. Блиц. Сикрет прорвали игроки. Атаки жокинг делают еще дабл. И это хэтрик для него здесь. Откидывается смоук. Зевси умирает от жокинга. Но попытка выйти на эйс, скорее всего, будет задолжена. Ну, кейс должен здесь. Нет, там не кейс, там адвент. Ну, тоже неплохо на самом деле. Хороший раунд. Вот только Вичи немножечко стоило пораньше начать, как ты и сказал, набирать те самые раунды в защите. Так они набирали. Девятка. В самом начале они взяли пистолетку. Они взяли 4-0. Но потом 6 ответка и снова ответка от команды Вичи. Какие-то вот непонятки происходят. Посмотрим. Посмотрим, как Вичи будут действовать в атаке. Поскольку пока не ясно. В защите 9 взяли. Много или мало. Вот наши аналитики говорили про 6. Слипчик говорил, что 6-5. 6 раундов все-таки Чивз заберут. Они уже забрали их. Поэтому остается смотреть. Может не хватит все еще, я считаю. То есть Чивз дам. Да. Если пистолетку отдадут Вичи, те разгонятся. То как бы пропало на самом деле. По-хорошему. Ну посмотрим. Пока хайлайты первой половины. И с одной и с другой стороны были хорошие киллы. Там у нас Текста. Со стороны Чивз. Со стороны Вичи. Там и Фриман, и Оман. И Жокинг показывали хорошие киллы. Поэтому есть за кем посмотреть. Хайлайтов было немало. Зивзи тут пытался вот в четвертом раунде что-то противопоставить коллективу. Вичи гейминг не удалось. Ну и вот тот самый 4-0, кстати говоря. Вот-вот, раунд 5-3. Да, я и говорю 5-3. Вот тут Текста начинает просто... Ну вот с этого вот раунда, который должен быть 5-0, все и началось. И вот здесь даже после двух минусов. 4-3. То есть, ну... Очень много ситуаций, когда Вичи доминируют, но при этом отдаются. И непонятно, как это вообще будет дальше обрабатываться. Но атака будет несколько попроще для них, я считаю. Там вот больше смогут позволить себе вольности Вичи. Как это они делали в защите. И, быть может, это пойдет им на руку. Посмотрим вот тот самый свап от Фримана. Непонятно немного. Вроде как патрон там еще были. И позицию не ушел вниз в итоге. Текста. Хороший килл от него. Здесь по Кейзу, понятное дело, добивал. Но вот на Фримана залетело очень-очень неплохо. Фриман на приемке рамков также отыграл. Хорошо. Ну вот тут начали они включаться после того, как поняли, что что-то идет не так. При том, что, понимаешь, паузы брали не они, а их оппоненты. Вичи, по сути, даже и паузы там не надо было брать. Потому что этим занимались Чивз. Ну, насколько я понимаю, во время чужих пауз тебе это тоже можно говорить. Ну, вроде как, да. Поэтому, брав паузу, команда Чивз понимала, что их соперники общаются. Ну, а мы с тобой можем пообщаться насчет второй половины. Как я уже и сказал, выигранная пистолетка команде Вичи может дать неплохой буст. За счетом 9-6. И они смогут продолжить доминировать. Но, с другой стороны, взяв пистолетку Чивз, могут устроить небольшой взрыв. Но, опять же таки, никто не отменяет форсбаев. И форсбаи, которые переворачивают уже не одну встречу в рамках этого экстрематора Сиднея, снова могут быть с нами на месте. Да и просто пока не знаем, как Вичи будут в атаке действовать. И как будут себя вести. Понятное дело, что можно рассчитывать на то, что китайцы сейчас включатся и не отпустят. И вот с 9-6 сейчас как начнут и начнут. Те же шесть раундов, которые взяли Чивз. Просто сейчас ответят этими шестью раундами с самого начала. Топы хочешь? Ну, насчет топов не знаю. Но вот что-то плотненькое может быть. Плотненькое. То есть никаких там изикаточек, как я предполагал. Нет, как ты предполагал, точно нет. Я думаю, что все-таки должно быть у нас тут интересное противостояние. Ну, не зря же мы с тобой третью катушу. Та-да, не зря. Ну и давайте посмотрим. Вторая пистолетка, которая, опять же таки, и даст возможность Чивзам удержаться на плаву. Или же все-таки выведет вперед Вичи Гейминг с двукратным преимуществом. Ладно, ладно, ладно. Новая экономика не двукратное преимущество, но счет 11-6 был бы в таком случае. Блит, забирайте времен Киза. Контакт в районе улицы, что ли, да? Похоже на то. И это интересный момент. Киз зачем-то пошел на аутсайд с Глаком. Когда его тиммейты в двери и закипка гранат под Апланджеркинг на тайминге ловит текст. Стофну на 9-ти прочеком. Сколько долго. Я все его внутри, минус, а Эдванд размен. Эдванд остался один в три. Забирает девятку. Да, забирает патроны, заканчивается. Эдванд забирает его с бэксайда. И 9-7. Пистолетка за Чивзами. Но, опять же, я не понял, почему Киз пошел на улицу. Ну, видимо, на прочек. Может быть, просто посмотреть, не поджимают ли, не бегут ли там какое-то огромное количество игроков. Может быть, какая-то агрессивная защита на первом раунде. И дабы собрать информацию по улице. А может быть, и минус дать, и, понимаешь, уже от этого отыграть. Понимаете, дело, что с Глаком на такой дистанции это тяжело сделать. Но вот решили, по крайней мере, таким образом отыграть первый раунд. Да, не получилось. Да, не пошло. Да, Чивз забирают у нас пистолеты. Фулл экономический от Вичи. А вот уже при счете 8-9 будем смотреть за байраундом от Вичи. А там будет уже интересно. И вот оно. Вот оно экономическое дело. 5 Глаков. Сколько девайс выбьет у нас в обороне? Вичи пока непонятны. О, обороны даже, вернее, наверное, так сказать. Три Фамаса. Один Фармган, АУК. Китов нет. Бомбу ставить, скорее всего, не дадут. Вичивз. Решили не запускать банально до точки. Я все пошел в упор к пристройке. Почекал. Отошел. Там вообще-то соперников многовато получается. Запалил одна лос-лобби. Фримен вернулся. Продолжает халдить карту. Вичи гейминг с голоками. Есть некоторые коллективы, которые просто сливают такие раунды на плюс в. Есть коллективы, которые во время экономических успевают выговорить. И есть минус от Девси по двум соперникам. Джокинг или живой также остается. Будут ситуации. Три в пять. Но уже два пять после минуса от Блица по Фримену. Бомбу он не поставит. Вот так вот. Ну, там угол такой был. Ему тяжеловато было. А в другой угол он давит. Он мог в угол, конечно, налево отбежать туда и попробовать поставить с той стороны. Но не дали этого сделать. Тут уже об этом нет смысла говорить. Есть смысл говорить о коэффициентах нашего партнера. Париматч на победителя. Паритет пока что. Да, 1.82, 1.92. Пока на равных. На самом деле, хотя можно было бы, знаешь, и на Вичи за двоечку, мне кажется, дать. Поскольку на слабой стороне. И как они себя здесь проявят, неясно, непонятно. Но в любом случае, давайте смотреть. Я думаю, что... Вот террористы, кстати говоря, берут свой первый тайм-аут. Как раз для слабой стороны они оставили. Все сделали грамотно. Понимают все прекрасно, Вичи, что... Первая пауза для них. Да, что лучше мы оставим все это дело. Ну вот, Чивз радуется. Тот самый Великан, он же Блиц. Пока смотришь на право самого игрока команды Вичи и понимаешь, что он, наверное, раза в четыре больше его. Да. Ну, слава богу, у нас тут не по силе. Решается, кто круче, а по скиллу... Ну, киберспорт, он, понимаешь, он для всех. В этом плане даже маленький ребенок может обыграть очень опытного ветерана. А были у нас моменты 13-летние, 14-летние заявляли о себе неплохо. Ох уж, Хардстоун до сих пор помню момент. Был дело. Сидит такой молодой мальчик. Но пока улица занимается командой Вичи. Прокидываются с мака. Преимущество в раунде все еще присутствует, но... Под заход в секрет от Блица с аугом. Три человека у него тут перед прицелом. Одноволстый убирает второго. Да как же Блицу снова везет. Завози, Блиц. Завожу. Завожу. Четыре в три. Вичи, конечно, снова немножечко не доиграли. Секрета Молика банального не хватило в этом направлении. Хотя он был... И вот минута в распоряжении атаки. Чувсы, мне кажется, даже дергаться особо не будут. Медленно. Очень и очень медленно. Не торопятся ни одни, ни другие. Понятное дело, другим торопиться некуда. Тут только атаки нужно попытаться уже как-то этот раунд развить. Текст там. Минус Оман. Ситуация два в четыре. Проблемы. Текст тут еще был клоун забирать. Нет, Адвент все-таки не забирает. Но там Зивси. Все это дело корректируют. 9-9. Вот она временная ничья. И вот у Вичи нет денег. А вот и расклад, которого я боялся. То есть, видите, проигрывают пистолетку Вичи. Проигрывают и первую закупку. Теперь уже сравнялся счет для команды Чивс. При этом они сейчас играют против экономического своего соперника. Так что должны выходить на десятку. Хотя экономический и неэкономический пистолет с арморами у Кейза с Жокингом. И кучу гранат. Правда, тактических. И при этом он снова пытается как-то выйти в улицу. Рокинг. Близ, чекает скалу. Вот с Дигла попытаться забрать. Почему нет? Даже на такой дистанции тот самый Дигл. Может принести свои плоды. Да и ЦЗ мы сегодня видели классные от Вичи. Так что и на них можно рассчитывать. На выборе хорошие убойные пистолеты. Да и на дистанции тоже. По головам неплохо настреливают. Позиционка хорошая у Чивс. Поэтому выходить будет очень-очень сложно. Выходят туда базу. Здесь сверху забирают у нас первое, второе и третье в Азифсе. Остается совсем немного игроков с коллектива Вичи. Омэн единственный, кто сделал килл, к сожалению. Разваливается. И это десятый, и Чивс впереди. Вичи Гейминг снова закупаются. Думают над тем, как бы им поставить. Но опять же, ты вот сказал, что Вичи Гейминг умудрится как-то у Нави выиграть, Нюк. Непонятно как. Ну там, наверное, Нави подзалили первый игровой день, перелет. Вот это вот все сказалось. Тогда было много моментов по этому поводу в обсуждениях. Что да как. После этой встречи мне бы очень хотелось увидеть, как Нави сыграет с Чивсами на Нюке. Чтобы завершить этот треугольник, если Нави выиграет Чивсов, то я вообще буду в шоке. Поставить точку. Да, Блиц закрывает Фримена. Там еще и Жокинг закрывает тексту. 4 в 4. Минус от-офф, но по Жокингу. Тукс пытается как-то тут рампу подзакрыть. И при этом Вичи Гейминг снова играет очень медленно. Даже получая размены. Тукс после прочека радио отходит назад. Тут гораздо быстрее все получается, нежели у Фримена в свое время. Минус от-офф, но также по Эдвенту. Двукратное преимущество по живым игрокам. Ой, Вичи, какие же у вас проблемы. Неужели мы попрощаемся с этим коллективом? Понятное дело, еще рано об этом говорить. Сейчас вроде как 11-й должны забирать. Хотя вот Чивз такие раунды тащили. Когда они были в атаке, там тоже были ситуации даже хуже. Там была ситуация 3 в 5 и 2 в 4. Были девайсы, которые забрали у нас Чивз. Вот смогут ли также сделать Вичи? Большой-большой вопрос. Омон внизу. Никого абсолютно не видит. Чекает аквариум там никого. Чекает нычку дефолтную. Угол тоже не видит никого. Ну, а за дверью уже есть один из игроков коллектива защиты. Блиц. Заход с улицы контролит. Так, все это дело слышит. Все это перемещение ловит. Блица убивают. Кстати говоря, так сдает поставить бомбу. Здесь у нас Зина ходит в винтах Омона. Ситуация 3 в 1. Кейс. 91% здоровья. Ну и должны закрывать. Как минимум, я думаю, одного может и заберет. Занимает другую позицию. Он на часах. Вот жать. Ай, как бы сейчас залетело по двум игрокам. Но нет, не удалось. К сожалению, для Вичи. К счастью, для Чес. 11-й раунд. 11-й раунд. И вот теперь ребята, наверное, задумываются. Да как так? Как мы могли проиграть ДАЗ-2? Зачем мы вводили на третью карту? Непонятно пока что. Здесь история о том, что да, действительно 11-9. Да, преимущество 2 раунда. Но есть закупка команды Вичи. Немножечко, опять же таки, напоминает второй пыльник. Когда там тоже вроде как Чевсы. Вот плюс-минус в этот момент смогли дойти до 13-го. Потом пошел Камыч. И в итоге мы чуть ли не дошли до допов. Нюк тут, конечно, будет гораздо более плотный. Заодно и с двух сторон. И занятие радиорубки в исполнении номера 3. Это Эдвант. Улица все еще пытается как-то жокинг работать. И с двери по офну просто попадает в гараж. Жесть-то какая. Омон нашивает мейн, попадает в гараж по офну. Это действительно жестко. Полторы минуты. Команда Вичи просто затесалась в респауне. Вот не особо-то и пытается как-то лобби то же самое разыграть. Раздушить. Незатяжная борьба. Да и по ходу выхода было в районе 40 секунд. А может быть даже и гораздо медленнее. Сейчас узнаем. Нужно Вичи забирать. Нужно свою экономику стабилизировать. По таксу есть информация, поскольку прилетела оттуда и видно было трассер. Того самого... Нет информации. Это как? Вот так. Раз его не было видно? Он не стрелял. Так он кинул молик оттуда. Прямо из-за коробки полетело. Ну, может быть, не обратил внимания на этот момент. Отвернулся тут. Окей. Четыре в четыре. Ящики. Штука такая. Неудобная. Ну и текста. Текста хорошо начал стрелять. Вообще включились, на самом деле, часы. Чего не было надо Инферно. Да вот я до сих пор не могу понять, в чем же феномен такой у Вичи гейминг. То вот на Инферно выстреливают, то играет С2, не сразу выстреливают, а на Нике что-то. Даже вот непонятно. Золотая середина между Инферно и Достом вторым. Ну вот теперь посмотрим, дожмут ли Вичи, поскольку десяточка есть. От Вичи тайм-аут. 10-11. Сейчас они посовещаются и все-таки решат, что же лучше. Куда же лучше выходить и какой плент лучше отыгрывать, какой удобнее. Поскольку пока еще не ясно, нашли ли Вичи ту игру в атаке или же нет. Отохватило тех самых раундов, которые уже прошли. Или нужно еще несколько для того, чтобы научиться отыгрывать от Чивз, которые сейчас находятся в защите. Правда, вот этих нескольких раундов может быть слишком много. Нескольких? Ну я имею в виду, да, если еще там пару раундов отдадут, поймут. А может быть вот здесь попробуем. А вот это, кстати, интересно. Интересное такое мнение. Давай посмотрим. Вичи гейминг, если забирают эту закупку, могут в принципе очень сильно пошатнуть. Экономика обороны у тех, да, будет бай, но все равно серия из двух подряд еще сверху. Может не только вывести вперед, но и дать закрепиться атакующей стороне. Все так. Фриман готов раскидывать улицу вместе с тиммейтами. Оман на скале. Летел Смок. Минус до Джокинга по тексте тем временем. На Смоков будет. Текста очень важный минус. 5-4 ситуация. Вичи в большинстве. Блиц с ВП над пристройкой. Ну вот его бы на девяточку. А, вот он и бросит на девятку его подсанить. Оп, оп. Видишь, какой ИДР у него с ВП 69. Вот. Вот тебе и ответ. Зевшим над пристройкой. Работает Раст по Фриману. Вместе с Блицом забирает Эдманда минус от Джокинга. Также по Зевсе минус от Офну. Размен от Кейза минус от Тукса. А у Мана один в два. Хаешка у него. Ну, это 12 раунд за Чивс. Опять же таки, Вичи Гейминг как только выходит туда, так сразу и проигрывает раунды. Решения такие вот. Под Б лучше у них получается. Под Б у них более свободнее. Больше перемещения у них там. Они открываются с рампов. Согласен. Они делают минус. Если на рампах, то вообще будет замечательно. Если нет, они все равно открываются, спускаются вниз, распределяются по пленту и уже чувствуют себя более свободнее, чем здесь. А тут выходят они на базу. Нужно убивать девятку, нужно убивать верха. Еще где-то там, может быть, за винтами стоит один из игроков защиты. В общем, очень много позиций, которые нужно чекать и смотреть. А это не всегда получается у коллектива Вичи Гейминг. 12-10. На два раунда пока Чивс впереди. И Вичи все никак еще в защите стабилизироваться и найти свою игру не могут, поскольку взяли только один. Вичи в защите? Да. В атаке, простите. Вот, я тоже задумался, может быть, я что-то перепутал, но да, действительно, вопрос непонятный для Вичей. Сейчас очень осторожно нужно двигаться с экономикой. Каждый раунд получается на беззолото. Да и в основном времени такое уж и резиновое это получается. Тем более после минуса от Токса, вернее, по Жолкингу, еще и минус от Офну по Эдванту. Остается осадок 3 в 5. Заливали такие раунды Чивсы на Инферно в особенности. Но нюк не Инферно. Тут как бы другая история. Позиционка сейчас от Вичи должна очень хорошо зарешать. Только Фримен сгорает у нас за часами. Оман зачем-то начинает перестреливаться с левой вилкой. Там его перестреливает Текста. Остается 1к. Ситуация 1 в 5. Он вне позиции. Бомба уже дефьюзится. Забирает только лишь одного. 13-10. Вичи, у вас проблемы. Вы можете сейчас полететь домой, если продолжите так играть. Ну, пока все еще не летят домой, так как счет 13-10. Ну, можете. Так, ну, опять же, вспоминается карта ДАС-2. То есть тут ничего такого особенного нет. То есть Вичи могут в любой момент включаться. Пытаться цепануться. Но смогут ли дотянуть до победного конца. Это уже совсем другая история. Давай посмотрим. 5 АК-47. Есть АВП, есть 4 АУ Гаучи. У них все более чем. Замечательно. За защиту. Напомню, что они за защиту-то уже взяли добрых 7 раундов. Против одного у Вичи Гейминг. И вот примерно то же самое должно было быть у Вичи, а не то, что мы наблюдали с тобой. Да, да. Но тот же самый счет 7-1 и должен был быть. А вот Вичи слишком много отдали за защиту. И вот сейчас они это как никогда понимают. Да, я думаю, они из-за террористов это понимали, что уже очень много раундов отдали за КТ-сайт. Выход по да, в очередной раз. Будут пытаться здесь отыграть. Снова ничего не получается. Взяв всех хоронят. Да, минус 3 от него. Ом, он тут пытается в очередной раз с мейна настрелять. В очередной раз он остается на этой позиции 1. И надо уходить на сейв, потому что денег нет. Это 14-й раунд для коллектива Chiefs. И все ближе и ближе. Непонятно мне, почему до сих пор пытаются как-то Вичи играть под аплентом. У них эти раунды вообще не работают. И идут до конца в лоб. Сознавая, что B-база для них смотрится поинтереснее. Хотя, что там, что тут. В последних раундах провал за провалом. Теперь нужно очень сильно собираться. То есть, вот счет 14-10, если сейчас получится, то команда Вичи в двух шагах от вылета, как ты уже и говорил. Проблемы. Это большие проблемы. Я вам напоминаю, что партнер трансляции и париматч играют они. Выигрываете. Увы. Пока выигрывают Chiefs. 14-10. 4 раунда преимущества. Они на сильной стороне. У них все хорошо с экономикой. В то время как у Вичи огромные проблемы. В очередной раз мы увидим раунд на пистолетах. Сегодня у Вичи пистолеты эти три раза им помогли против девайсов. Помогут ли в четвертый раз? Вопрос. Никаке маловероятно. Да, поскольку вариантов других нет. Куча смоков на аутсайде. Жокинг с Тек-9. Перед смоками пытаются поймать хоть кого-то. Офну. Ох, ох, ох. Голову не видел вроде жокинг. Там уголок был более приятный именно для игрока защиты. А Офну все еще крадется. Офну встреча вместе с Эдвандом. Но и Эдванд проигрывает перестрелку. Офну сделал два минуса, забрав еще и Фримена. Каким-то вот дичайшим переводным минусом Блиц поймал Кейза, который сделал размин по Офну. Бомбу забыли на улице. И Вичи Гейминг получает два в четыре. И Вичи Гейминг отдают пятнадцатый. Это пять матч-поинтов. А для Чифс на карте Данюк за сильную сторону это более чем достаточно для того, чтобы поставить точку. Никогда не знаешь, когда можно поставить точку. Тут ты немножко торопишь события. Но конкретно вот в этом матч-апе, наверное, все-таки, да, Вичи Гейминг уже сами себя закапывают. Ну что там, Эдванд 9 на 20. То есть одного его уже не хватает. Не только стратегических каких-то вещей. Двадцать восемь на четырнадцать. Ну, два АКД сохраняет Зевси. Он красавчик. Дистилити дэмэдж теперь он на стороне команды Чифс. Ну и семьдесят четыре Эдиара у Блица. То есть, вот видишь, да, семнадцать все равно фрагов у человека. Но с ВП все равно Эдиар страдает. Странно. Очень странно. Да, посмотрим. Ну вот, в очередной раз пять АК-47-ых. От Вичи Гейминг. Раскидка есть. Может попытаться все это дело реализовать. И начать отыгрывать матч-поинты. Но пока еще там очень рано говорить. Стена Смоков лежит. А вот Оман лежит вместе с этой стеной Смоков. Поскольку его уже положили. Офнут. 26% здоровья имеется у него. Проход в секрет. Ну и пошли под Б. Пошли под Б. А тут своеобразная заподня. Блиц открывает дверь и выходит на хэдшот. Зачем было так форсировать события? Вот тут Уксанин зачекает. Тут тоже немножко поторопился. События, но забрал еще и Кейза с бомбой в руках. Фриман 40% здоровья. Фриман. Зевси перестрелит. Забирает Зевси, но он 3 в 1. Похоже, это... Это ГГ. Да, это не похоже, а ГГ. Фриман, ну, ты уж прости, но... 14-5-17, ты вне позиции. 16-10. Попрощаемся с коллективом. Евгений-то был прав. Не знаю, угадал ли он с ТБ, но по факту, да, действительно, Чипс выбивает команду Вичи Гейминг с турнира. Очень забавная история. Блиц, наверное, несказанно рад этому раскладу. Так и его бригада из команды. Ну, сложно сказать. Осадок по-любому останется. Вичи Гейминг прекрасно понимали, что тут 2-0 нужно было выигрывать. А из-за того, что проиграли ДАЗ-2, все пошло под откос. Что, в принципе, и требовалось доказать. Хотя я сам до конца верил именно в Вичи Гейминг. Сегодня они оказались не у дел. И я думаю, что это будет им уроком. Да, но зато можно поздравить Чипс. Как говорится, засияли новые имена на горизонте. И это очень и очень позитивно. В любом случае, этот матч для вас разберет наш студий аналитики. Им слово. Спасибо, уважаемый комментатор. Ну что же, мы действительно присоединяемся к поздравлению команды Чипс. Более чем заслуженная победа на довольно грозном оппоненте. Тем более для коллектива из Австралии, который, ну, топ-3 он, наверное, Австралии. После Грейхаунд и Ренегейтс. Наверное, так можно их назвать. Там вообще мешанина, честно говоря. Там, да, очень много коллективов. Но суть не в этом. Молодцы, Чипс. И, Жень, ты был прав насчет победы Чипс. Олег, ты не совсем оказался прав. Ну, 50 на 50. Я сказал, что если возьмут 6 раундов Чипс в атаке, то у них огромный шанс для того, чтобы выиграть. Так или иначе, команда Чипс, ну, практически по всем параметрам на второй половине задоминировала над китайским коллективом. Дорогие аналитики, что, по вашему мнению, было самым неверным в действиях команды Вич и Гейминг? Жень. Да, если честно, плюс-минус все совпало. Очень порадовали Чипсы то, что, оказывается, они не только А пытались обузить, вот как я говорил, то есть прям будут пытаться, прям только А. Нет, на Б тоже что-то было, там, туда-сюда, в общем, так-сяк получалось. А вот ребята из Вичи, да, и правда Б, а Са не получалось. И в этом матчапе самое плохое для команды Вичи — это карта до нюк. Ну, это факт. Не, я в смысле, я серьезно. Типа, это шутки шутками, но вот когда я видел нюк Десайдер, я такой, а как вы допикались до этой темы против Чипсов? Вы как будто бы не в курсе? Или вы настолько уверены? Ну, в общем, вот мы видим результат. Ну, пожалуйста. Это как раз то, о чем мы с тобой говорили, да, что вроде были, ну, не сутки, был там, было полдня, чтобы можно было подготовиться к своему оппоненту, и, видимо, Вичи не совсем должным образом отнеслись к этому моменту, за что и были наказаны. Ну, здесь, опять же, по первой половине, наверное, больше можно судить, что, да, действительно, игра могла бы получиться более чем затяжной, но все-таки команда Чипсов в обороне продемонстрировала себя более чем высококлассно, и здесь, скорее, даже деклассировали они своего оппонента во всех смыслах этого слова. И Вичи отправляются, что самое интересное, домой, все, у них больше не будет попыток дальше засиять на этом интеллектримастере Сидней, они нас покидают, а вот браво и Чипс идут дальше, и знаете ли, согласитесь вы со мной или нет, что не самый ожидаемый исход в целом этого матча? Ну, не самый ожидаемый исход, но, как бы то ни было, любая из команд, которая прошла с действием, как мы видим, этот Чипс все равно имеет очень малые шансы в дальнейшем побороться за выход даже в плей-офф. И не говоря уже про остальные шансы, потому что команда-то будет намного серьезнее, и мы не увидели какой-то супер сумасшедшей игры, какой-то супер уверенной, что на Дасте втором еле-еле душа втели, они там справились на своем пике. Инферно в слалд проиграли, хотя Инферно сейчас самая играбельная карта, и ее играет каждая команда практически. Ну и, может быть, не то чтобы не самый верный нюк, но далеко не самый сильный. Были проблемы вот после этого раунда, когда они не смогли взять, и там серия уже была для ВЧ гейминг. Но да, дефенс хороший, но дефенс у большинства команд имеет сильные позитивные стороны. Так что, да, молодцы, на этом этапе показали клыки, но дальше я чувствую, что Чипс не задоминирует, к сожалению. В принципе, прав плюс-минус, то есть здесь от Чипсов вот это вот хорошее матча был, потому что они каким-то образом невероятно смогли ВЧ обмануть и забайтить ВЧ на Анюх, на Десайдере последний. И вот это вот на самом деле самая ультимативная тема, которую могут Чипсы показывать вообще, в смысле в принципе. И после они будут, наверное, отлетать от вообще любого оппонента, а неважно уже на какой карте, то есть вот такая тема. Но молодцы, что, опять же, выживут чуть подольше. Это все-таки родная сцена, это все-таки команда Чипс и конкретно вот родные болельщики. Действительно, это и, в общем-то, из приезжих городов. Да небось, любители Counter-Strike и в других городах есть там, небось, из Мельбурна еще приехали и откуда угодно еще. У нас, кстати, Жо Кинг стал абсолютным чемпионом по фрагам за это БО-3. 68-55 его статистика и 1,2 рейтинг. То есть, ну и здесь он 27-22 стрелял. Но команда проиграла. Команда, да, действительно, проигрывает не игрок, проигрывает команда. Так же, как и выигрывает, и, к сожалению, Жо Кинг, именно его команда оказалась здесь не удел. В то время, кстати, как у команды Чипсы, очень даже плюс-минус, ровно за исключением товарища Зюсси, и Зюсси нормально напулял там 30-очку практически без одного фрага, и 1,76 у него рейтинг. То есть, это прям очень классный показатель. Он вчера, на самом деле, неплох был, хотя, ну, относительно неплох, потому что, ну, 16-5 против своего оппонента. Ну, это фейс, извините же, это ковича. Не, ну, с другой стороны, фейс с двумя заменами тоже не особо-то и фейс. Так что, ну, в любом случае, Чипс молодцы, что проявили себя, и дальше там у них еще будет тяжелее, тяжелее. Ну, и, соответственно, это логично, что чем дальше ты заходишь, чем дальше в лес, тем сложнее, как говорится. Тем толще ли лесорубы, да. Вот это вот было суперсказано, Олег. Ну что ж, дорогие друзья, следующий матч у нас будет фейс-клан против команды NRG, но будет он через несколько минут. Ну, а пока что небольшая пауза, у вас есть время перекусить и обновить себе чай, либо же кофе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова